Вдоль деревни, от избы до избы, За шагали на рабливые столбы. И за пути лица и края права даны, Такого не видали, не надо... Глава материи. Что такое материя, конкретно никто не может ответить, но все ощущают и видят ее. Главное, что материя состоит из частиц. А в попытках найти минимальную частицу, обнаружили, что частица оказалась волной. Если частица это волна, то есть колебания, то возникает вполне разумный вопрос. Частица это колебания чего? Пустоту между частицами и пространство, очищенное частиц и полей, физики назвали вакуумом. От латинского слова пустота. Значит, что когда в пустоте обнаруживают точку колебаний, это частица. Ну а когда колебания охватывают обширные зоны пустоты, это уже целое поле. Вот так говорят официальные, академически чистые физики. Можно взглянуть на это по-другому. Основываясь только на разумных предположениях, на практике то, что имеет высокую частоту, сложнее обнаружить. И наоборот. Также то, что имеет высокую частоту или скорость частиц, обладает больше энергии, чем то же при низкой частоте или скорости. Материю можно рассмотреть с позиции уровня энергии и частоты составляющих ее частиц и классифицировать ее по этим уровням. Четко выделяются пять уровней. Пятое состояние материи пока ставим неизвестным. Самой энергетически бедной является материя в твердом состоянии. При повышении ее энергии она переходит в жидкое состояние, и колебание частиц возрастает. Дальнейшее повышение энергии переводит жидкость в газ, где генетическая энергия частиц выше, чем в жидкости. При дальнейшем повышении энергии у частиц газа отрываются электроны с внешних уровней в атомах. Молекулы распадаются на атомы. Это плазма. Если повысить энергию частицы, то она разлетится на нуклоны, протоны и нейтроны, а нейтроны на протон и электрон. И так далее. Во всех уровнях состояния материи до плазмы у нас могло быть различие вещества по виду, то есть медь, кислород, вода и так далее. Но при повышении энергии плазмы различие между веществом стирается. К примеру, вода разлетится на кислород и водород, а при дальнейшем повышении кислород разлетится на протоны и проще. В пределе разложения при повышении уровня энергии и следовательно частоты колебаний частиц образуется общая для любого вида материи каша, из которой можно замесить любую частицу, если понизить энергию в какой-либо области этой каши. У частиц этой каши такая высокая частота, что приборы, как система из низкоуровневой материи, то есть твердые жидкие газы и плазмы, и фотоны, не отражают такую частоту. И кажется, что этой каши вовсе нет. И вообще это пустота. Если частица это ансамбль, группа неких колебаний, то должна быть и среда этих колебаний. Разумеется, что частица может распространяться только в этой среде. Вне этой среди частицу просто нечем представить, как колебательную систему. Если мы не устанавливаем запретов для существования какой-либо частиц в любой точке пространства, то мы должны признать, что среда это заполняет все пространство. Какой частотный спектр ансамбля колебаний? Возбудим в среде такую частицу и получим. Частица, как ансамбль колебаний в некой области среды, это область с низкой энергией и низкочастотными колебаниями по сравнению с колебаниями среды носителя, то есть вакуума. Частица порождает возмущение около себя в среде. Область возмущения среды около частицы называется ее полем. Частоты возмущений ниже несущих частот среды. Эта среда называется вакуумом. А ранее она была названа эфиром. Теория эфира не была понятна академически чистым физикам, поэтому она была ими опровергнута и перенесена за рамки легитимности. Эфир, как высшее энергетическое состояние материи, проматерии, есть пятое состояние материи, общее для любого вида материи. В вакууме заключен источник материи и соответствующие ей энергии.